МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Алена Черных, свежий выпуск Кульпу Ньюз. По нашей области прошла эпидемия гриппа, и всё, что только можно, закрылось на карантин. Однако в Уральском федеральном университете жизнь продолжает идти полным ходом. Сейчас мы расскажем вам о последних событиях. Сегодня в выпуске. Жизнь – это музыка. Какая музыка, такая и жизнь. Студенческие годы преподавателей. Мир с фосферизмом объектива. В Уртфу прошло открытие фатовой страницы. Что человеку нужно для счастья? Ответ на этот вопрос известен далеко не каждому. Участники студенческого оркестра «Рифей» уверены, что для этого требуется не так много. Уютная атмосфера, близкие друзья и приятная музыка. О том, как течёт жизнь внутри коллектива «Рифей», расскажет Кристина Леточная. Народные музыкальные инструменты не особо популярны среди современной молодёжи. Но в руках этих ребят они начинают носить иной характер. Речь идёт о студенческом оркестре «Рифей». Чтобы порадовать своих друзей новыми произведениями, приходится много трудиться. Но для этого коллектива это не проблема. Ведь для каждого из них музыка значит гораздо больше, чем просто звучание нот. Музыка – это, наверное, самые приятные, самые счастливые моменты в нашей жизни. Очень много бывает моментов, когда просто работаешь, ставишь себе цель, выйти на сцену. Вот здесь, наверное, начинается музыка. В моей жизни просто ни дня не бывает без музыки. Музыка со мной постоянно по жизни идёт. Ежегодно коллектив принимает новых участников. И каждый имеет разные знания в музыкальной сфере. Но, несмотря на это, оркестр имеет высокие достижения в различных конкурсах. Я своим ребятам желаю и всем студентам желаю всё-таки находить возможность заниматься творчеством, не только, может быть, учёбой, хотя это главное. Часто я в каких-то творческих коллективах, наверное, создаётся определённая возможность и потенциалы физические для того, чтобы учиться лучше. Классическая музыка в современной обработке – это новое направление в индустрии искусства. В обновлённом звучании произведения принимают новые обличия. В связи с этим каждый из них зритель воспринимает как нечто новое и неизведанное. Коллектив является многократным лауреатом различных конкурсов, а также имеет в своей копилке гран-при международных фестивалей. Кристина Леточная, Андрей Кубиков, Уральский федеральный университет. Наши преподаватели тоже когда-то учились в университетах. И студенческая жизнь по своей насыщенности нисколько не уступает современной. Воспоминания о студенческих годах преподавателя слушал Степан Лихачёв. На физтех я поступил в 1956 году. В 1962 году я закончил. У нас были великолепные преподаватели. И вот мне запомнился экзамен по ядерной физике, который я сдавал профессору Зарьянову. Там надо было бы сделать очень сложное вычисление. Ну и я в них, естественно, там запутался немножко. Он-то видел, что я это понимаю. Я запутался в еруде и уже устал бороться с этими выкладками. И он, значит, подозвал меня, подошел со мной к окну и сказал, посмотрите, какие красивые облака. И мы с ним примерно 10 минут рассматривали облака и обсуждали, значит, как это красиво. За это время я успел отдохнуть. И когда я снова сел за парту, значит, я очень быстро нашел эту ошибку и сделал нужные выкладки. Мудрость этого профессора заключалась в том, что вот он внимательно подошел, так сказать, к студенту тогда и не сказал, значит, что «А, у вас не получается, идите». Ну, я ему до сих пор так с благодарностью к нему отношусь и иногда использую подобные приемы на экзаменах, которые провожу сам. То есть немножко отвлекаю студентов, чтобы они отдохнули. Всемирно известный французский философ Борис Майл Лапойнти сказал, когда-то фотография оставляет открытыми мгновения, которые сразу же перекрываются напором времени. В Уральском федеральном университете на днях прошло открытие фотовыставки. Подробнее в репортаже Юли Козевановой. Фотографии и японская поэзия. Что их связывает? В Уральском федеральном проходит фотовыставка «Людям чуткой души». Игра света и тени, выстроенная композиция и отличная техника. Работы состоят из двух частей. Фотография и японский стих «Хоку». Поэзия рождает образы, утверждает автор и доказывает это своими работами. Мне показалось, что японская поэзия, классическая, она очень подходит к фотографии, или наоборот, к фотографии к ней. Если фотографию сделать в таком же аскетическом представлении, в чёрно-белом или в очень ограниченной цветовой гамме, и композиционно очень простую, но очень понятную, то они просто будут очень хорошо гармонировать. Каждая фотография уникальна и обладает документальной точностью. Главная сложность при создании – умение поймать момент. Важна и техническая сторона. В фотографии важна композиция. Композицию можно делать даже на таких примитивных средствах. Но на самом деле тот, кто увлекается, тот потом покупает догущие вещи именно для того, чтобы техническое совершенство у них было. Прямо на выставке проходят учебные занятия. Именно там провели пару фотодизайна студента гуманитарного факультета. Преподаватель, он же автор выставки, провел экскурсию и рассказал о своих работах. Студенты с интересом восприняли лекцию. Открылось все то, что искусство фотографии – это не только эстетическая сторона, но это и техническая. То есть фотограф должен дать знания не только художественного плана, но и технического. Воображение каждого из нас безграничное. Именно это позволяет понять фотографии с разных сторон. Мне понравилась фотография с льдом. В ней передано весь природный колорит льда. При том, как он не может иметь света, но здесь подействовало на него и освещение, и температура. Выставка ждет своих зрителей с 7 по 17 февраля на антресолях ГУГа. Юлия Кузиванова, Алена Черных, Уральский федеральный университет. Это были все новости о событиях прошедшей недели. И помните, все, что не делается – все к лучшему. А значит, лучше и неизбежно. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова